так так давай проверим видно ли нас как интересно сейчас проверить это скоро у тебя кнопка нажата да типа все это да сейчас нажмите чтобы развернуть сервисы видео может сервисов видео сейчас перезагрузим посмотрим так где нажать то чтобы она запустилась что-то лайков наставили вот мы два стримера с тобой на так да здесь все у меня включено но как будто бы еще в этом трансляции зайдем сейчас написано что еще не началась редактировать сейчас мы запустим третьего на стене во в эфире ура куда если вот на эту реакции зайдем сейчас если на видосик этот который где отчет был туда заходить то как бы попадаешь на видео ну прекрасно начало у нас такое что мы тут разбирались запустилась или не запустилась немножко запозданием но это ничего страшно так ну что родные кто нас сейчас подключается кто смотрит давайте ознакомиться давайте общаться так тут ведь как-то можно еще поделиться этим прямым эфиром дает как-то уповестить не знаю как это делать ну да и ладно может он сам как-то сделает наверно сам получать потому что несколько людей зашло значит как-то это как-то это запускается все таки на автомате с ютуба мне не удалось запустить стримеры мы такие да очень опытные поэтому камнями в нас не кидаться давайте ребята начнем мы сегодня сергеем решили поговорить отталкиваясь от вас в первую очередь от зрителей кто голосовал за этот прямой эфир и за темы которые мы в нем поднимаем и одна из тем которая набрала больше всего голосов это как быть всегда энергичным как поднять энергию откуда брать ее как восполнять и как при этом оставаться эффективным да тут еще не нужно в плане того что я когда создавал вот этот вот опрос на 10 вопросов то есть миша дал темы на какие он может дать информацию какой-то списочек говорит что это далеко не полный список но как бы 10 тем и так я думаю достаточно на первый раз чтобы что-то выбрать и и я очень не то что надеялся я ожидал что первая тема она еще и первое что такое счастье как быть счастливым и так далее ну типа такая классная тема все же хотят быть счастливыми все все проголосуют за нее а вот нифига и вот тут тут я словил определенный инсайт что люди которые вот находятся в состоянии когда энергии мало энергии нет как я называю что стать кровать уже тяжело они абсолютно не задумываются на том что такое счастье там где его брать что для этого делать потому что но вопрос так скажем где-то там еще вверху а сейчас нужно решить конкретно вот этот запрос с энергии причем тоже интересный момент что вариант ответа энергия был вообще последним десятым то есть это нужно было все прочитать посмотреть и проголосовать то есть он реально такой ну так скажем вот самый основной на данный момент и самый волнующий и я знаю что миша прям вот ну мастер и знаток в этой теме поэтому он сегодня поделится информацией на эту тему а я буду как-то дополнять где-то рассказывать какие-то ситуации жизни ситуации со своими там допустим друзьями подопечными еще кем-то то есть наблюдение из жизни и буквально если не забуду если будет время еще поделюсь а состоянием какое было вчера и состояние какое у меня сегодня они прям противоположны сегодня у меня прям энергия а вчера был такой поэтому передаю слово михаилу благодарю сергей благодарю братья цмай благодарю правильно ты сказал на самом деле счастье это какое-то может быть для некоторых эфемерная какая-то такая вещь до которой еще добраться а тут как греться еще вопрос выживания да там где бы найти энергию на насущные так сказать вещи но к счастью мы все равно так или иначе подойдем потому что этот вопрос как раз таки из него истекает откуда брать колоссальный источник энергии у меня очень много тем и одно из первых таких которые я бы хотел затронуть сейчас это то что человек уже имеет очень большую энергетическую емкость и на самом деле абсолютно у каждого уже есть вот этот неиссякаемый источник энергии вопрос тут в другом есть такая техника мне она называется но я ее рисую таким образом что если человека там представить как некую некую емкость представим что это всем известный дуршлаг ну в котором есть дырочки и вот большей частью человек ищет способы как эту энергию ну сюда залить но при этом у него столько дырок что сколько бы он сверху не заливал все будет просто выливаться и первое на что бы я внимание обратил абсолютно каждому вот это как раз таки на то а что у тебя сейчас в жизни такого что у тебя эту энергию забирает потому что все люди с которыми я встречался и которые говорили что им не хватает энергии где бы мне взять я всегда спрашивал сразу начинал спрашивать чем ты питаешься например ну как база а как ты отдыхаешь а как ты восполняешься как ты спишь а как ты тренируешься ну то есть такие базовые вещи без которых ну смысла дальше двигаться нету ну так скажем я дополню так скажем такие темы базовые да которые касаются тела вот я допустим вчера постик написал про финансы да они связаны там как с телом вроде кажется что ну как то вот ну как финансы и тело на самом деле тоже связаны а когда вот эти вот энергетические ресурсы да вот это вот наш уровень энергии он ну зачастую вот прямо на самом базовом уровне завязан именно на теле то есть как правильно сказал Михаил это питание то что нас наполняет как мы отдыхаем это вот очень важно сколько мы спим как мы спим какое качество сна и как мы вообще заботимся от тела с точки зрения какой-то физической нагрузки даже пусть не зал не тренировки а вот просто зарядку даже сделать да конечно я вот как начал практиковать зарядку так вообще я начал пить водичку и начал делать зарядку все у меня прям пошло-пошло-пошло-пошло-пошло причем замечу очень важный факт это было на курсе химиотерапии ну как бы ну такое достаточно тяжелое состояние но при этом вот это вот прям давало мне ресурс еще тоже небольшую добавочку добавлю про вот это вот про дырочки в дуршлаге да я тоже как вот ну наверное большинство людей в принципе думал о том как наполнять энергией но то что вот она вот туда вот куда-то утекает я вообще практически не задумывался а это на самом деле вот ну достаточно такая большая так скажем ошибка вот такого дополнения да поэтому всегда всегда спрашиваю об этом и в первую очередь ну у нас же сегодня не просто поговорить да а чтобы это была практика чтобы люди могли с собой унести пользу и в первую очередь что нужно сделать нужно просто сесть и осознанно написать вы вывали так сказать из своего мозга на бумагу те вещи которые у тебя забирают энергию по твоему мнению я когда первый раз делал меня вышло больше семидесяти вещей можно прям порассуждать потому что пока вот эти дырочки вы не залатаете ну смысла туда наливать но нету и вот этих вещей которые забирают энергию их очень много мы тут можем их на целый прямой эфир им им выделить но в целом вот одна из самых главных по крайней мере с которой большинство сталкивается и это похоже как не же не просто там дырочки у вас в дуршлаге как будто дно в них убрали это когда человек занимается нелюбимым делом вот это прям колоссальный слив энергии то есть человек ходит на какую-то работу на которой ему не хочется ходить сидит там целый день и он не хочется вот прям вот не его это похоже как если там рыбка вдруг захотела стать птичкой и она начинает там плавники качать в общем кучу энергии тратит на то чтобы взлететь это же ну реально рыбка которая птичкой хочет стать это сколько нужно энергии потратить да а вместо того чтобы понять что я рыбка и научиться быть рыбкой вот это это такой косяк который я наблюдаю очень-очень-очень у многих и там хоть залейся сверху вот реально говорю тут хоть залейся там реально как будто одно просто вышибло у человека и энергия будет просто никуда сваливаться или вот тоже пример такой да может корректный некорректный с тем что тоже занимаешься тем что хочешь тем что нравится тем что не хочешь это вот как ты как бы по природе свои создания ты вилка но ты пытаешься суп этой вилка есть да и вот сколько ты энергии тратишь на то чтобы этот суп прям жиденький такой похлебать но если ты вилка так скажем но макарошки кушать там рис еще что то не нужно вот этим супом заниматься и сразу же тот пример из жизни вот про это вот просто вот как будто дно вот вышибает и все почему потому что там столько тоже можно найти причин вот в этой нелюбимой деятельности что они реально в такое дно собираются маленькие-маленькие дырочки и прям образуется большая такая дырень я сам это на практике прочувствовал когда работал на работе по специальности на которую я учился шесть лет типа давай учились работой все сначала было вроде нормально но потом понял что ну вообще вот не мое вот это вот работа с восьми до пяти и такой был слив энергии причем бывало такие дни что я там вообще на работе ничего не делал вот просто вот сидел и все работы не было заданий не было я просто сидел смотрел youtube иногда даже в игрушку мог поиграть на телефоне что-то но я выходил с работы и вот сейчас вот жене саши тогда еще она была девушка у меня я просто говорил я так устал я щасил нет она такая ты же вроде ничего не делал мне говорил там в телефоне писал я грану щасил нету вот тогда я не знал почему сейчас вот пожалуйста миша поделился информацией что да вот это вот просто тотальный слив энергии когда ты делаешь дело которое тебя ну вообще никак не нравится и все через силу так скажем это как говорил один из моих наставников мангулан сенцебаев нет ничего хуже чем быть эффективным в нелюбимом деле когда когда человек просто на диване лежит он гид 50 раз эффективнее чем тот кто двигается в нефиг ну не в не в любимом деле потому что ты как бы не туда эффективен эффективен не эффективным получается поэтому однозначно ну нужно конечно находить себя в этой жизни если так получилось что в данный момент времени ты работаешь на работе какой-то да ты зрители я имею ввиду и она тебе не нравится то в этом случае происходит определенное выгорание до многих горят там выгорание я выгорел это по двум причинам ты делаешь просто много таких вещей которые у тебя забирают энергию а те вещи которые тебе дают энергию их меньше ну то есть у тебя по сути те минусовые так сказать забирающие энергию перевешиваю да по количеству тех которые дают и если уж так на этом этапе жизни твоей получилось что вот ну надо работать зарабатывать надо да там семью кормить пока не можешь взять там все бросить типа это моя нелюбимая работа окей можно полюбить даже то что ты как говорится тебе не нравится просто выбрать на этот период времени окей ну данный момент времени я работаю здесь да я буду искать варианты но при этом тогда посмотри вот на свою неделю и просто добавь таких штук в эту неделю которые тебя будут наполнять ну просто разбавь вот чтобы у тебя вот этот баланс он хотя бы выровнялся лучше чтоб немножечко ну в плюсовую сторону пошел даже если чуть-чуть будет в негатив до минусовую на дистанции это всегда выгорание всегда выгорание то есть это либо человек не восполняется даже если он на любимом деле работает то есть просто не отдыхает не восстанавливается так сказать газует любой организм рано или поздно ну скажет давай отдохнем и как правило виде болезни может это выскочить это даже вот но с точки зрения математики можно описать да ну 0 9 умножать на 0 9 и сколько пойдет и умножать 1 даже пусть 001 на 1001 это потихонечку 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 все равно будет расти а вот в итоге там когда условно нам дойдет до 1001 умноженное на сколько-то и там даст 2 и умножаем на 1001 это уже будет давать еще 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 больше эффект каким-то образом поэтому первое ребят просто возьмите там не знаю телефон возьмите этот бумагу да я сейчас открыл заметку у меня прям есть вот дела которые забирают энергию у меня список 70 пунктов 70 пунктов я выписал они у всех разные тут не надо гуглить что-то смотреть кого-то они у каждого свои у каждого свои но первое куда вот стоит фокус внимания обратить это сто процентов режим дня это дает просто невероятный источник энергии если уж ты не можешь пока там разобраться с любимым делом что тебя наполняет это однозначно нужно посмотреть на питание потому что еда это то что должно давать энергию у меня были моменты в жизни когда ел и просто после этого знаешь такой прям обвал тело такое ощущение какой-то поспать вот знаешь как после после обеденный как сон бывает такое прямо вообще просто непонятно откуда ты вроде наоборот должно дать энергию ощущение прям прилечь при присесть привалиться там чему-нибудь я думаю 99 процентов от смотрящих эфир тоже себя в этом узнают что поел а потом раз спать охота то есть сил вообще мало становится и еда как будто вот силы забирает у меня вот было ну достаточно часто так хотя я считал что я ем там правильно пп зож все дела спорт и так далее но на самом деле не факт не факт потому что эту тему тоже начал изучать более глубинно а не только белки жиры углеводы да вот когда вот с онкологией произошла вот эта ситуация но волей-неволей над питанием тоже один из факторов и там были достаточно интересные моменты которые я для себя почерпнул которые вот так вот в общественности они не транслируются да а может быть даже преподносится с другой стороны поэтому да обратите внимание на питание на то что вас наполняет дальше ну и надо по чуть-чуть и начинать эти вещи убирать то есть вот эти вот минусовые надо их убирать и наоборот добавлять тех которые будут вас наполнять какие наполнять будут тут тоже разные понятно что есть краткосрочные так сказать инструменты которые в моменте здесь сейчас дают энергию есть там среднесрочные есть долгосрочные у меня вот есть перечень там 145 способов мы обязательно сергеем этот список потом дадим нашим зрителям виде подарка я кстати уже сделал репост то есть сделать пост я я никогда не обманываю никого все я вижу сделали репост пишу личку добрый вечер или там добрый день вот ваш подарок у меня там в красивом виде они оформлены эти 145 способов и отправлял информацию кстати по этим способом по этим методом восстановления или способом восстановления ресурсного состояния я получил как раз от миши то есть это не я придумывал не откуда-то это вот миша дал информацию я ее просто красивенько оформил зачем-то мне так захотелось и все и вот в таком виде отправлял на самом деле суть не в том красиво некрасиво а в том что там заложено и это реально работает да да и начать какие-то из них использовать своей жизни то есть у меня прям есть там подборка плейлистов например я понимаю что включив какой-то из них я прям быстро наполняюсь сейчас перед эфиром у меня была тренировка интенсивно получасовая хотя сегодня например ел всего два раза но я понимаю что энергии вагон энергии прямо очень много ну и мне нравится то состояние в котором я сейчас нахожусь дальше чтобы я посмотрел внимание вот опять же да очень многие пытаются эту энергию найти в каких-то там таких источниках типа стимуляторов сразу если можно я перед тем как заболеть опять же все упирается туда но я очень просто много уроков от этого получил и очень много отклика от тела я начал понимать как тело сигнализировала и как я на это реагировал и у меня последние наверное ну год так как минимум было так что тренировка ух классно супер она должна в принципе по-хорошему заряжать человека я даже у подопечных спрашиваю как тебе после тренировки есть энергия или нет энергии что ты чувствуешь большинство слава богу говорят что блин такой этот приход энергии идет после тренировки и у меня вот было последний примерно год наоборот то есть я хотел потренироваться желание было но я понимал что что-то сил нету и что я делал я просто энергетик пил типа сейчас или кофеек там один раз думал сейчас кофеек быстрые углеводы в виде сникерса так бахнет я все это дело съел выпил и вообще меня вот как раз спать захотелось вот то что то что должно было наполнить энергией меня вообще просто выбило и вот эти вот я искал да источники вот всякие эти энергетики пил да энергия была но после тренировки я ходил просто как угэ и подопечные возможно кто будет смотреть они тоже вспомнят как я говорил что блин что после тренировки так вообще сил нету ну это как кредит да это в моменте ты получаешь ресурс но по сути как кредит да взял деньги оплатить потом больше приходится то есть они у тебя забирают когда ты на самом деле чистишь организм настраиваешь режимы дня приводишь психику в норму ты очень четко отслеживаешь как вот те же танины ну выводят потом из равновесия например тот же кофеин натуральный кофеин он действительно ну расширяются суды я действительно ну приходит такое состояние бодрости но у кофейного зерна есть там внешняя оболочка это кофеин не внутри не помню как это вещество называется которая имеет напротив прямо противоположный эффект и есть такой как это говорят эффект 25 километра когда дальнобойщик набирает собой кофеек термос сейчас я в ночь типа выйду выпивает да действительно бодрость возникает но ровно там через двадцать пять двадцать тридцать минут в зависимости от дозировки наоборот возникает состояние сонливости и люди просто кто в кювет уходит точек кто чего поэтому а сублимированный кофе он вообще не имеет вот этого кофеина то есть он сразу вот этой вот то есть я тут тоже добавлю вот внутри как бы так скажем наполнение энергии идет вот у этого зернышка у зерна кофе до зернового а внешняя оболочка она наоборот эту энергию как бы ну ну типа забирая на так вот сублимированный вот этот растворимый кофе он состоит вот из этой внешней части и он по сути как бы наоборот энергию как бы забирает но мы же типа о кофе бодряк все дела этот эффект плацебо такой получается да но ты как бы в него веришь 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 а по факту то все равно организм но не обмануть и он вот начинает проваливаться просто так следующее о чем бы я хотел сказать это обратите внимание это об этом мало кто знает знания пришли ко мне извед дело в том что все с чем мы соприкасаемся а это еда это питье это любая информация музыка фильмы книги все вот что мы поглощаем так через органы чувств глаза нос рот уши тактильность имеет определенные уровни вибрации определенный уровень энергии и естественно если энергии называются там энергия разрушения энергия страсти энергия благости людям которые сейчас смотрят пример всем понятный пример когда вы слушаете какую-нибудь музыку где очень деструктивные слова такой еще идет такая ломаный какой-нибудь ритм ну какой-нибудь тяжелый рок например да или такой рэп где прям прям такой мат какой-нибудь ну что-то такое прям вот разрушающее что-то такое негативное после этого же прямо ощущение такое как будто не знаю там грязью облили страсть это когда ты слушаешь например какую-то попсом благость это что-то такое классическое умиротворяющее успокаивающее но это в музыке то же самое есть в еде то же самое есть в книгах посмотрели вы фильм какой-то ужасов например да там кровь кишки разврат очень такое естественно это забирает энергии поэтому здесь вот очень важно то с чем человек соприкасается потому что он опять же может в моменте добавить себе инструменты какие-то которые ему дадут энергию да там но при этом если он находится вот в окружении какого-то деструктивного деструктивной информации например приведу пример там не мама достаточно позитивный человек очень такая добродушная женщина но вот у него подружка одна была которая постоянно жаловались вот придет и начнет ныть и и она выплеснет вот это все мама вроде в таком настроении до этого была хорошим подружка уйдет она снег как свой вампир видимо сняла энергию и все и мама потом может там весь день или там полтора два дня ходить просто удрученная за счет чего за счет того что человек просто нот реально забрал у нее энергию, нажаловался там, нанегативил, впрочем, повампирил. Это тоже к информации относится. Это вот окружение. Под окружением, я тут понимаю, не только людей, а в принципе, где ты живешь, что ты смотришь, что ты ешь. В общем, все, что в тебя входит, потому что это средняя, ты среднеарифметическая из всей информации, которую ты поглощаешь. В том числе и из окружения. Извини, Сергей. Вот тут же как раз, да, сразу стоил пример с той же самой работы, как ты начал рассказывать. Я такой, да, блин, это же как раз вот так и было. То есть помимо того, что я бывало там и бдшничал, так скажем, вот эту бурную деятельность создавал, на которую тратил энергию в принципе на работе. Еще мне вспомнилось, что у нас в кабинете была женщина, которая постоянно жаловалась. Вот денег не хватает, вот там это что-то стоит дорого, вот, а ты что так мясо много ешь? Я же тогда занимался качался, типа мясо, белок. Ой, что так много мяса ешь? Оно же дорого, оно же дорого, ты что? И вот она вот сидит, что-то гундит, гундит каждый день изо дня в день. И я не замечал, да, что вот на это тоже тратилась энергия. И потом как-то мне это надоело, ну, интуитивно, да, я просто начал приносить с собой наушники, включал какую-нибудь музыку такую, ну, которая, не знаю, приятная, короче, для меня, да. Вот сидел там или работал, или еще что-то делал, музыку приятную слушал, и я начал замечать, что все, вот этот вот шум я убрал, немножко более благостное такое в себя начал погружать, и энергии стало, ну, больше у меня появляться. Это вот прям, ну, на самом деле, такой эффект. Меня музыка наполняет. У меня прям вот, музыка, это один из таких моих легальных наркотиков, и за счет музыки я прям могу моё настроение очень сильно настраивать. Причем по-разному, то есть где мне надо успокоиться, у меня там, у меня есть Алиса, и я прям очень рад появлению ее дома, потому что я меломан, и она мне прям в этом плане помогает. Если тренировка, у меня по тренировку там своя музыка, ну, тоже такая благостная, то есть там хорошие такие мотивационные слова, хорошие какие-то вещи, такие, ну, заряжающие, поэтому это такой биохакинг. Это, кстати, вот к вопросу, да, там негативщиков, когда человек, не знаю, видно, не видно, плохо видно, да? Ну, в принципе, да, что там друшлаг, что там дырочки. Когда человек залепляет вот эти штучки и начинает себя наполнять энергией, у него увеличивается емкость, то есть она наполняется, да, и потом, что происходит? Потом происходит то, что у него, его переизбыток. Естественно, такой человек потом начинает, ну, куда-то это все девать. Появляются какие-то креативные идеи, появляется ресурс на то, чтобы там начать свое дело, появляются... Это люди, как солнышки, то есть люди, как солнышки, да? Солнце же оно всем светит одинаково, у него энергии много, да, оно вот раздаривает ее. И таких людей очень важно в окружении находить, которые, как бы, служение другим людям, которые отдают, ну, прям по ощущениям, как будто больше, чем забирают. А это еще больше дает им энергии, что самое удивительное. И, ну, рядом с такими даже другие тоже начинают наполняться, прям вот батареечка начинает заряжаться. Можно походить, ну, за поиском таких людей на какие-нибудь там, не знаю, нетворкинг вечера, на какие-то мероприятия, где там предприниматели те же собираются, потому что среди них достаточно много таких людей. На какие-нибудь ретриты, на какие-то, ну, такие духовные движухи, где люди все-таки на других вибрациях находятся. Понятно, что если ты пришел на дискотеку ночную, да, ну, там немножко другие вибрации. Да, они тоже в моменте могут дать энергию, да, там музыка такая раскачивающая. Но это как, опять же, в кредит взять. В следующий день ты разбитый, ночь не спал, еще если там какие-то вещества в себя загружал, ну, все, пиши про... В следующий день, если возраст еще там, ну, там, допустим, уже 30-35-40, с каждым годом там еще сильнее. И опять же, у подопечных это... Ну, не всех это, конечно, касалось, но практически большинство говорило так, что если там куда-то сходишь, если будешь употреблять алкоголь, пусть даже не сильно много, пусть даже не крепкий, то если раньше я на следующий день прям тренироваться могла, то сейчас уже не то, что на следующий день тренироваться не могу, а проходит день, я восстанавливаюсь, и на следующий день я еще тренироваться не могу. То есть представьте, да, сколько нужно восполнять энергию вот это вот, которая вышла вот так вот просто, как через дупло какое-то, и сколько ее нужно наполнять. А если человек это еще делает каждую неделю, то есть сливает, вроде наполняется, наполняется, снова сливает, наполняется, наполняется, снова сливает. И вот как раз это, да, тот момент, когда, ну, вы дырочки-то вот эти вот сливы энергии заткните, пусть даже привыкли к этому. Да, в этом проблема, Сергей, что многие в этом, в этом, как его, вот в этих бегах живут, большинство там нелюбимая работа, да, слив энергии. Где ее восполнить? Человек думает, ну, сейчас я, типа, отдохну. А отдых такой, ну, либо дискотека, либо, ну, что-то такое, знаешь. Или тик-ток. Да, 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 да. Или слив энергии. А это слив энергии. Недосып хронический. И все, и человек просто вот вниз по наклонной. А это потом на психоэмоциональный фон влияет очень сильно. А это потом все в болезни выходит. Ну, и все. И вот такой замкнутый круг получается. Да, дополним про болезни. Я же много эту тему изучал уже тоже со всех сторон. И книжки читал наших авторов, того же, допустим, Синельникова. Очень считаю крутой человек, который и врач, и психолог, и еще гомеопат. То есть крайне крутой специалист. Полюбиться и болезнь у него, по-моему, да, называются? Полюбиться и болезнь, да. У него плюс там еще про финансы есть книжки, про уверенность, еще про что-то. Книжек очень много. Очень пишет круто, понятно и доходчиво. Плюс я еще читал там зарубежную литературу, плюс там видео смотрел и так далее. Ну, благо мне люди отправляли очень много информации. Да, я изучил не всю, но достаточно много. Информации было много. И если кратко говорить, суть в том, что если вот этот вот слив энергии происходит, вот этот негатив, психосоматика вот эта, это уже немножко, конечно, да, другая тема, не ресурсная, не энергетическая, но когда вот это вот все копится, копится, в любом случае это все отразится на теле. Сначала, не знаю, там что-то маленькое появится, потом может это усилиться, потом еще сильнее, а потом уже просто вот так тебя на нахрен и все. Это как светофор сначала там, ну, светофор, который побольше там, чуть-чуть желтенький свет, потом посильнее желтый свет, потом оранжевый, потом там более бордовый, и потом красный, который просто накрывает и выбивает нахрен тебя. Ну, меня вот, ну, по сути как бы просто вышибло из моей деятельности тренерской, потому что я понял, что в зале я больше работать не смогу по причине там химиотерапии, потом последующая причина была операция, восстановление операции и так далее. И как бы вот, ну, я уже 8 месяцев в зале не работаю, и после того, как я ушел из зала, как раз слив энергии тоже по определенным причинам у меня прекратился. Я уж не буду говорить, почему. Ну, тоже там тоже недосып был и так далее, неважно. И я прошел небольшой такой период восстановления, так скажем, и у меня идеи просто поперли. Надо сделать такой гайд, надо сделать такой. О, можно вот такую программу сделать, можно трансформацию замутить, можно еще что-то, можно книжку написать, и все, и пошло, 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 пошло. Надо у людей проблемы похудения спросить, изучить что-то. Короче, у меня даже это, бывало такое, что я уснуть не мог от того, что у меня просто идеи просто вообще фонтанируют. И спать я стал меньше, то есть я восстанавливаться стал быстрее. Было такое, что я выходные не мог встать даже в 12 часов дня, то есть я просто отсыпался по полной. А после того, как вот из зала ушел, подвосстановился, опять же подчеркиваю, под химиотерапией это было, я вставал в 8 утра, что для меня вообще необычно, и я такой, у-ху, мир ждет, надо заниматься крутыми делами. Вот, то есть меня вот эти идеи прям воодушевляли, я вставал быстрее, уже хочу встать, чтобы что-то творить в этом мире. Прям вот захотелось поделиться этой информацией. Одно из лучших решений вообще каждого человека, я тоже раньше думал, что я там типа ночной житель. У меня там ночью просыпалась энергия, я творил, но когда я перешел на режим засыпать и просыпаться с природой, то есть в определенные часы, это примерно до 9-10 ты ложишься спать, то есть где-то в 9-10 ты уже засыпаешь и встаешь за 15 минут до восхода солнца. То есть это, ну, по разным часам и поясам это разное будет время, ну, это примерно там 4.30, это 5 часов утра. Это просто невероятно. Это невероятный источник энергии, мало того, это время, когда ты можешь себя наполнить максимально продуктивно, начать свой день, практики все внедрить, да, то есть вот эти вот штучки, которые тебя наполняют, я прям свою магию утра там составил, она у меня трехчасовая, и это меня очень заряжает. Там и зарядка, там и контрастный душ, там и определенные медитации, там и чтение, просмотр полезного видео. Кстати, кто не знал, вот именно в это раннее утро изучение информации в 3 раза эффективнее, чем днем и в 9 раз эффективнее, чем к вечеру. Ну, то есть мозг у вас эффективнее, очень быстро все всасывается, он как губка. Это прям одно из самых эффективных времени, когда надо что-то изучать. И колоссальный источник энергии. Ты потом в день входишь уже с таким наполненным состоянием, рабочие процессы все выполняешь, потому что режимы дня, они тоже имеют определенную энергию. Энергия утра там с определенного времени, там с 4 до 10, это энергия благости как раз. А там с 10 до 6 вечера это энергия страсти. То есть она тоже не просто так. Страсть это когда нужно что-то работать, когда нужно высокой энергии двигаться, тренироваться и так далее. А вечер это энергия разрушения, когда нужно уже успокаиваться, успокаивать психику, там с родными может быть провести. Ну, то есть отходить уже от дел, отдыхать. А у многих вообще с ног на голову, вернее, с ног на голову перевернуто. И в итоге вечером рогаться начинают. И вот это вот все, и все вот такие вот. И еще сейчас тоже ремарку такую небольшую добавлю. Некоторые, наверное, кто смотрит, такие скажут, ты что, какие нахрен 6 утра? Там работа, работа, какие 3 часа практик? Вы что, мне там ребенка надо туда-сюда там приготовить, поесть, еще что-то. Да я там вообще спать ложусь. То есть тут 2 тоже может быть таких, так скажем, конфликта, что да, встает человек рано, но и ложиться поздно. Это не есть хорошо. То есть если ты рано встаешь, то ты рано и ложись. Это первый момент, что, допустим, в 12 или в час лечь и в 5 встать, это вообще не вариант. Да, может там один раз на самолет встать, еще что-то. Окей, но не так, что постоянно так жить. И второй момент, что лучше, допустим, встать в 5-6 утра, наполниться за 3 часа всякими там практиками, музыку послушать, водичку попить, с собой там поразговаривать, допустим, духовность какую-то вот эту вот как раз включить, да, на как изучаю сейчас твои уроки по гунам. Это вообще просто срыв башки. Сложно, пипец. Но я понимаю, это очень большой потенциал. И вот лучше 3 часа вот зарядиться этой энергией благости и потом, условно, за 2 часа выдать столько энергии, столько идей, которые, ну, допустим, в материальном виде тебе выдадут там в виде там 10, 20, 30 тысяч рублей, чем отработать 9-10 часов, которые дадут тебе 2 тысячи. Ну, как бы, камон, предприниматели, крупные бизнесмены так и делают. То есть они не совершают прям кучу-кучу-кучу действий, чтобы получить много денег. Они делают эффективные действия и делают такие, так скажем, действия, чтобы делать эти эффективные действия. Ну да, тут, конечно, надо понимать фокус внимания, на что ты выделяешь. Это очень важно. Потому что, когда у тебя много энергии, я таких людей наблюдал и сам таким был, а ну ты не знаешь, куда она целится, ты просто как из пулемета такой, туда-сюда, но она тоже растрачивается. И ты в итоге потом снова опустошенный. И вот здесь надо соединение иметь, да, у тебя энергетический, вообще я так скажу, энергетический потенциал человека, а именно его души, потому что мы все-таки, ну, душа в этом теле, да, в этом скафандре. Так вот, в ведах говорится, в ведических знаниях, что энергия одной души по объему больше, чем энергия всех вселенных во всех мирах вместе взятых. И вот представляешь, вот, что вот, если бы вот это каждый осознавал, а мы живем вот в своем теле, и такие, вот, у меня не получится, я там не смогу, вот что-то, та-та-та, ну, то есть, насколько это разнится, знание о том, что вот, ты можешь быть вот таким, могучим, мощным, в тебе все есть уже, вот, с тем, кем мы себя, ну, как, не возомнили, а придумали себе, и вот верим в это, вот, что я такой вот, что у меня вот так не получается, что там вот эти-то вот, у них-то все получается, а у этих там еще что-то, и начинаются вот эти оправдания. Кстати, про психосоматику хотел сказать, на самом деле ты... Или окружение, да, то есть, ты вообще неудачник там, ты что там, если еще и родители там добавляют, или близкие какие-то, да ты что, да ты что, ну, как бы вот, такое себе. Про психосоматику, на самом деле, это напрямую влияет на энергию, объясню. По сути, я раньше думал, что психосоматика, ну, то есть, болезни, они там, частично имеют психосоматические корни. Сейчас я глубоко убежден в том, что абсолютно любая болезнь имеет причинно-следственную связь, и это где-то в прошлом была какая-то невыраженная эмоция. Да, не берем в расчет, например, какие-то, ну, не знаю, человек инфекцию может сейчас в моменте подхватил, или там ногу сломал, хотя и тут можно копнуть на самом деле. Есть такое направление, германская новая медицина, не знаю, знаешь, не знаешь доктора Хаммера, там вплоть до того, что почему у тебя, да, суставы болят, почему у тебя переломы случаются, то есть, ты тоже как бы своими, условно, своей психикой направляешь себя в эти действия. Конечно, конечно. И любую болезнь, ну, надо смотреть корень. Корень, всегда я вам отвечаю, первый корень, это было там 5, 10, 15 лет назад, что-то вот невыраженное. Ну, если мы говорим про болезнь, у меня есть несколько стадий. Конечно, любая болезнь отнимает колоссальное количество энергии. Ну, даже такие простые, как РВИ и прочее, они и то в моменте тебе говорят, да, там, приляг, отдохни, восстановись. Все, иначе дальше просто будет, ну, больно тебе, если ты дальше будешь в таком же тритме двигаться. Так вот, а причина всего этого, вот те самые негативные мысли, в которых большинство находится. Поэтому, все же начинается с головы, все реально начинается с головы, с нашего образа мышления. То есть, у меня есть какое-то убеждение, исходя из этого убеждения, я начинаю как-то действовать, допустим, гневаться, да, или там обижаться часто. И потом это приводит, годами накапливаться, накапливаться эта обида, накапливается, и в итоге это приводит к болезни, которая вначале была на ментальном уровне, и она выходит в физику. Все, получи, распишись, взаимодействуй. Поэтому здесь тоже, ну, в первую очередь, надо сюда посмотреть. Это первый момент, который хотелось проговорить. А второй момент, вот, те же самые негативные мысли, которые мы крутим, они же тоже забирают колоссальное количество энергии. Просто невероятно. Доказано, что человек, который, например, чего-то боится у себя в голове, да, в воображении, ну, например, боится чего-то начать, какое-то дело, боится там подойти, познакомиться с девушкой, боится поменять работу, вот просто страх какой-то. И он внутренне вот этот страх напитывает вот этими мыслами, начинает о нем думать, да, вот, ой, если я сейчас вот это сделаю, не, у меня не получится, да, там, начинает вот этот страх мусолить энергии у человека вот на вот этот вот мыслительный процесс тратится даже больше, чем нежели бы это произошло на самом деле. То есть представляешь, насколько люди сливают энергию, даже сами того не осознавая. Вместо того, чтобы пойти и сделать, и посмотреть реально на результат, получится, не получится, вот, люди находятся вот в этих иллюзиях и начинают их крутить. А про гуны, про гуны, я вообще так скажу, вот, это, по-моему, предыдущий модуль был, да, той информацией, которую ты изучаешь, или еще раньше? Это то ли пятый, то ли шестой, какой-то вот из этих. Завтра, значит, еще будет часть по этому. А без их знаний, вообще, ну, я так скажу, вот если человек находится на низкой вибрации, в низкой энергии, пьет, курит, у него еще окружение такое же, которое его постоянно, ну, в это самое, да, сталкивает, как, знаешь, как, есть же теория, не теория, вернее, а как это, ведро с раками, что рак начинает вылазить, они его цепляют, и назад тащат, что даже крышкой не закрывают ведро, когда раков наловят. Я вот не знаю, я не ловил ни разу, ну, вот, кто ловил, рассказывают, что они даже не закрывают крышку, потому что знают, что они не убегут, потому что кто начинает влазить, они его назад стаскивают. И вот так же окружение порой тебя давит назад. Пээ, чё ты, куда ты, лё, чё тебе больше всех надо, погнали вниз. Или там, все курят вокруг тебя, а нет-нет, но и ты тоже начинаешь пропитываться этим. То есть мы всегда вкусы перенимаем у окружения. Окружение, кстати, это тот самый элемент, который может очень резко изменить твою жизнь. В лучшую сторону или в худшую, тут уж как выберешь, смотря какое окружение выберешь. Потому что, если ты себя вытащишь в другое окружение, людей там на порядок, на несколько выше тебя, у тебя даже убеждения могут поменяться. Потому что они, ну, если ты будешь за ними наблюдать, если ты будешь вдохновляться ими, ты, во-первых, их курсы перенимать начнёшь и сам вытаскивать себя на высокий уровень проживания. А во-вторых, у них уровень мышления намного выше твоего, и они все твои вот эти установочки, убеждения, они их быстро отщелкивать начнут. То есть у тебя будет такая очень крутая обратная связь. Если ты будешь её готов принимать, ты можешь реально очень быстро вырасти. И на окружение можно как раз-таки, ну, это то, чем ты можешь сразу здесь сейчас поработать. Просто найти новое, да, там изменить общение, то есть оценить своё окружение, с кем я чаще всего общаюсь. Но это тоже такой, знаешь, про это можно говорить и говорить. Я с вами... Ремарку ставлю, да. Некоторые считают, что окружение, это если вот окружение, окружение, надо стремиться к окружению, и как будто старое забыть, да, вообще, и перейти к новому. Я всем рассказываю, что у нас окружение такое, что да, есть такое и такое, и такое. Оно у меня сейчас просто растёт, и как бы в сумме получается по-среднему, оно у нас выросло, так скажем. Причём оно может расти с точки зрения, ну, изменения мышления, да, просто буквально даже проявляя какие-то социальные моменты. То есть я, допустим, там попалась мне там девушка, да, фотки классные. Я там фотки, лайки поставил, добавил друзья, меня добавили, я там что-то прокомментировал, завязался диалог в комментариях, потом мы перешли в диалог в личных сообщениях, всё, у нас возникла уже идея какой-то проект замутить там для девушек, для женщин. И как бы всё с чего началось? Просто с того, что я лайк поставил, да. Вот. В моём окружении появился, допустим, ещё один человек, который там немножко выше меня. И ещё один момент добавлю. У меня же вот есть тоже клуб, сейчас я развиваю, который ешь стройней кайфой. На самом деле, я его развиваю не для того, чтобы какой-то информацией, да, более глубокой делиться с точки зрения там стройности и так далее. Моя большая, так скажем, идея в том, чтобы собрать этот клуб людей, где будет поддержка, где будут добрые слова, где не будет негатива. Я не говорю, что там поныть нельзя. То есть можно поныть, пожаловаться и так далее, чтобы тебя люди тоже там пожалели, прожил эмоции и так далее. Да, сейчас пока там такой движухи не происходит, но я её потихонечку сам запускаю. То есть хотя бы, ну, раз в неделю я закидываю, что желаю вам всем доброго дня, проведите его там с пользой, зарядитесь энергией, давайте все улыбаемся и так далее. Там хотя бы лайки поставят, мне уже классно. Откуда я эту идею получил? Я вот тоже вот в чат, который у нас есть, да, я смотрю, кто-то что-то написал один раз, потом уже двое написали, потом трое. Я смотрю, вижу, вижу, блин, я тоже хочу написать доброго всем дня, там, классные люди, давайте погнали. И всё, и вот эта движуха запускается, и ты там такой, у-у-у, как энергия попёрла. Или, допустим, ты пришёл на работу, да, и на тебя там насели все, и вот так вот. Хотя бы вот если в таких чатах состоишь, да, вот просто тупо чат, у тебя уже хоть как-то вот этот вот ресурс балансировать начинает, нежели когда вот эта вот работа давит, поддержки нету, ещё родственники давят. Ну вот, найди хотя бы окружение, с которым ты просто будешь общаться, уже будет лучше. Всё верно. Что-то я очень объёмно рассказал, но это очень важно. всё очень правильно, Серёга, всё верно, потому что, ещё раз, когда человек находится вот в этих, ну, назовём их, крысинных бегах, да, и у него тут слив энергии, тут слив энергии, тут слив энергии. Вот именно с окружением можно хорошо повзаимодействовать и как-то себя, ну, вытащить, да, там, начать как Мюнхгаузен себя за шкирку вытаскивать. Потому что, ну, вот у меня были периоды в жизни, где я, во-первых, вовлекал других, но и я сам вовлекался. Вовлекался, значит, там, если моё окружение благостное, ну, понятно, я в благостные вещи вовлекаюсь, а если нет, ну, естественно, я тоже туда за ними иду. Поэтому, это, ну, есть, так сказать, пять видов убеждений, откуда мы установки получаем, там, отрицательные шаблоны поведения и так далее. И вот, одно из них, это как раз окружение. И тут вопрос, да, вот просто проведи такую технику, зритель наш, посмотри, с кем ты общаешься чаще всего. Понятно, что у тебя может быть там тысяча друзей, может, сто и так далее, но в целом, ты в любом случае где-то, ну, 10-15 человек, вот, вынеси их себе в список и это те люди, с кем ты вот прям постоянно общаешься. Они там, может быть, твоя родня, там, твоя семья, какие-то близкие друзья, вот с кем ты коммуницируешь чаще всего. И просто проанализируй, вот, выпиши имена, фамилии их и посмотри, вот этот человек, вот, кто в твоём окружении, он больше забирает или отдаёт, вот, какой его заработок, как он мыслит, какой у него образ мышления, там, а что это вообще за человек? Ну, просто проанализируй, ты увидишь, ты плюс-минус среднеарифметическое вот этих вот людей и по доходу, и по мышлению, и по, там, каким-то вещам. Это просто так, инструмент для задуматься, да, это не к тому, что сейчас всё, пока всем сказать, но на самом деле есть люди, кому, может, не надо сказать пока. Ну, то есть, да, я вот люблю всех, для меня все братья и сёстры, но кого-то я люблю на расстоянии. И это нормально, потому что, когда вот выходишь на другие, так сказать, на высокие энергии, очень быстро начинаешь отслеживать, там, ну, какой-то негатив. То есть, человек, пришедший в твоё поле, который прям резко начинает, прям, знаешь, там, а вот там, ныть, ты такой, быстро это видишь, ты это быстро отслеживаешь. И, как правило, я таким людям, ну, быстро я братку даю. То есть, я не сижу, не выслушиваю, я говорю, так, ну-ка, подожди, давай мы с этой ситуацией будем разбираться, да, давай мы её решим. Он такой, да нет, подожди. Я такой, я понимаю, всё, тебе просто хотелось пожаловать. Это не ко мне. Да, всё, пока. Поэтому, да, здесь ещё и подследи сам, а ты-то в этом окружении кем являешься, да? Это как я в одном посте писал, что мыслите не проблемами какими-то, да, а решениями. То есть, как можно решать вот эту ситуацию и так далее. И ещё вот тоже рассказал, что начинаю там что-то это давить и так далее. я тоже ощущал это на кассе в магазине, там что-то мужчина, я в таком состоянии хорошем был, да, благостном. И мужчина что-то негативить начал там, что-то это дорого, то дорого, что вы тут медленно копаетесь. И у меня тоже рядом, вот я как бы к нему не отношусь, у меня рядом что-то начинает закипать, закипать, закипать. Я такой, о, блин, как негатив очень сильно сосёт. Он прям вот так вот начинает засасывать. Позитив так сильно не сосёт. И я такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошёл я отсюда. И в интернете у меня было такое, что я захожу в какой-нибудь пост такой, да, в группе большой, и там начинает кто-то негативные комментарии писать. Ну, допустим, девушка 50 лет, красивая форма, и там пишут, ой, фу, тут вырядилась, старуха, что ты из себя там это строишь и так далее. То есть мысли негативные. Я иногда пытался что-то типа, да нет, она же молодец и так далее. И потом понял, что в конечном итоге тоже начинаешь какой-то негатив на свалится. Я такой вижу что-то, фу, нет, это не ко мне. До свидания, закрываем, пошёл я там, не знаю, музыку послушаю классную. Защити себя от информационного. Да, вообще по полной, прям по полной. Да, очень важно отфильтровывать информацию, входящую в нас. Это прям реально важно, потому что, ну вот Сергей знает уже эту информацию. Всё, всё, с чем мы сталкиваемся, это остаётся у нас вот здесь, ребята. Вот всё, что мы смотрим, слушаем, едим, вот остаётся в подсознании в нашем. Любая информация. И когда ты понимаешь, что ты там, ну, насмотрелся трэша, новостях каких-нибудь, и потом начинаешь, исходя из него, ну, мыслить как-то, понимаешь, что мысли тоже какие-то грузные начинаются, а потом, исходя из этого, ты ещё и транслировать, там, поделился с кем-то, да и пошло это, как, знаешь, как круги на воде, негативчик. Поэтому, где лучше отсечь это? В самом начале. Лучше не смотреть это. Поэтому я, ну, я не то, что, типа, не проинформирован. Если надо, мне какую-то новость, я узнаю. Но я вот, ну, я помню, недавно мы сходили в гости к товарищу, а у него прям огромная плазма такая, на ней новости. И там нон-стоп. И я сижу, я такой понимаю, у меня что-то плечи вот так опустились. Мне аж прям как-то плохо. Думаю, да что такое, вроде веселимся, вроде все что-то общаются. А я понимаю, что там фоном нон-стоп, нон-стоп, вот всё, что в мире происходит, а там только негатив. Но новости, они все основаны на страхе. Страх, 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 погрузить в страх. Это капец. Страх, конечно, забирает энергию прям моментально. Поэтому такими вещами можно прям отрубать. Здесь отрубить, негативщиков каких-то отрубить. Это не значит, что не надо им давать руку помощи. Да не вопрос. Если у человека ситуация какая-то, он может ей поделиться, если он готов её разрешить. Я ему помогаю её разрешить, если он ко мне обратился. Но если он жалуется, жалуется, два, я понимаю, человек напитывается. Я прям ему так и говорю. Что ты сейчас делаешь? Для чего тебе это? Всё. Там, со стимуляторами посмотреть, потому что, ну, это всё тоже забирает энергию. проработать всё, что у вас забирает. Вот я даже, не знаю, у меня, я когда начал писать, я вначале такой 20 пунктов написал, потом такой, и как полилось у меня. Не знаю, надо ли этот список зачитывать. Наверное, не стоит. А вот, кстати, я хотел спросить, как ты думаешь, вот когда этот список начинаешь писать, то самые такие вот большие дыры, они вначале выскакивают или потом приходят? Или вообще в разнобой может быть? В разнобой. У меня, не важно, у меня недосып и переспать первые два пункта. Потому что недосып, я прям, ну, все, это база, после которой я весь день вот прям хожу вот такой вот, мне все хочется поспать. То есть я понимаю, что я неэффективен. Неэффективен там, ну, процентов на 90-80, если прям жестко не доспал. Поэтому я себя уже не обманываю, если уж так получилось, что мне вот нужен часик еще полтора, я такой думаю, ладно, я лучше досплю эти полтора часика, лучше я какими-то делами пожертвую, но зато дальше я буду эффективен. И переспать. Я тоже обратил внимание, что чрезмерный сон у меня тоже в минус играет. То есть я голова такая какая-то, бум, тяжелая, непонятно, что-то, всякое состояние. Поздно ложиться, поздно вставать, нехватка финансов, нереализованность, грязь и беспорядок вообще забирают энергию у меня. Я вчера посмотрел про беспорядок и поэтому понял, почему одно из упражнений тоже было ну типа хотя бы чуть-чуть порядок наводить в машине, дома, там в шкафу и так далее. Кстати, еще тут тоже добавлю сразу, всплыло, у меня же была такая штука, как прямая кишка, ну то есть диагноз прямой кишки и один из психосоматических, так скажем, запускающих конфликтов, это то, что нужно удерживать и не отдавать, не давать новое, ну это как функция прямой кишки, да, я заметил, у меня столько хлама в голове было, столько хлама дома было, этот хлам копился от чего опять же, потому что мне там, ну не то, что родители, а отец говорил, надо вот накапливать, надо вот на всякий случай, я сейчас хочу что-то выкинуть, он такой, неси нам, неси нам, я говорю, вот я выкину, и ты как бы, если надо, бери себе, я выкидываю, от этого всего избавился, от мысли в голове избавился и так легко стало. Да, 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 это все опять же с головы начинается, потому что, по сути, от себя не убежишь, говорят, и многие ищут какие-то вот внешние опоры или счастье ищут где-то вовне, хотя вот что энергия, что счастье, оно все уже есть у человека, это от природы заложено, у нас все это есть, просто мы немножко растерялись и потерялись, масок себе налепили и идем, заблудившись, так сказать, да, не в том направлении. Еще волшебные какие-то получить, типа, вот сейчас волшебство какое-то произойдет, мне какое-то волшебство дадут, и вот тогда станет все хорошо. Какую-нибудь там капсулку, какой-нибудь там кофеек, какую-нибудь шоколадочку, какой-нибудь еще что-нибудь, то есть, что-то такое быстрое, легкое решение, что раз и все, и как бы класс. В таком плане самое легкое, быстрое, классное решение это улыбочка, улыбочку сделал, все, класс. очень много таких инструментов, поза тела, например, поза победителя, почему там выступающие там люди, ораторы там харизматичные какие-то, они это пользуются, они прям, ну, толпу ведут, или там почему на часах всех ведущих компаний на рекламе там тоже вот стрелочки, вот как-то вот где-то вот такое время они показывают все время, почему, ну, тоже как некая вот такая вот поза, даже просто плечи расправив, улыбнувшись, психика начинает подстраиваться под твое тело, автоматически, ну, это такие легкие инструментики, да просто элементарно даже, режим воды наладив, да, мы знаем, что у нас все процессы в организме расщепительные происходят с водой, ну, без нее никуда, межклеточные какие-то там процессы, пищеварительные процессы, у нас куча жидкостей, лимфа вся на ней работает, просто даже начав режим воды соблюдать, уже вагон энергии появится, просто начав правильно ложиться спать и высыпаться, потому что, я думаю, Сергей, ты подтвердишь, что там где-то, по-моему, с 9 или с 10 до 2, до 3 ночи, ну, где-то говорят до 4, почему говорят лучшее время для сна, потому что гормон роста там вырабатывается, то есть восстановление организма быстрее происходит, там мелатонин естественно вырабатывается, то есть у тебя сон качественнее в это время, плюс, статистика показала, что с 10 до 2 ночи, вот это время, когда нужно действительно спать, почему, потому что именно в это время происходит больше всего преступлений, больше всего ссор, больше всего краш и вообще вот всякого такого треша, вот по статистике именно в это время, что у людей просыпается вот это, в общем, это время, когда просыпается гуна страсти, но гуна страсти здесь нужна не для того, чтобы дела делать, а для того, чтобы психику твой перейти, ой, тамос, извиняюсь, гуна невежества, и это время, когда психика, как и весь организм, она выводит токсины из мозга, то есть прям мозг работает на таком режиме, что он тоже перерабатывает, в том числе какие-то, вот мы какой-то там, например, негативчик за день получен, или еще что-то, поэтому это время прям очень важно спать, потому что токсины в мозге также могут накапливаться, и это потом приводит, ну, к необратимым там последствиям, то есть опять же слив энергии, алкоголь, понятно, курение, что там еще у нас сливает энергию, можно долго перечислять, ссори, ругань, после этого же ходишь, тоже весь такой, не в фокусе, употребление большого количества сахара, и вот всяких вот муки и так далее, тоже очень сильно, это у меня на подопечных проверено, техника такая, что я же, если с точки зрения тела работаем, я, у меня даже группа называется стройность без диеты с кайфом, почему, потому что, когда веских таких жестких ограничений нету, постепенно человек приходит к норме, к гармонии какой-то, и опять же, по отклику от подопечных, когда вот эта вот тяга к сладкому, просто потому что его мне можно, ну типа, ну я вроде не особо хочу, я вот сейчас вот тортик съела, окей, завтра тортик съела, окей, послезавтра мне уже тортик не хочется, и когда сладкого становится, и мучного вот такого, то есть быстрых углеводов становится меньше, то у нас кишечник начинает работать лучше, а кишечник уже доказано, что это второй мозг, то есть условно как бы от того, как работает кишечник, бурлит, не бурлит, хорошо он работает, нехорошо, у нас задается как бы ритм дня настроения, то есть как мозг задает настроение, поэтому если здесь все хорошо, если здесь все хорошо, то супер становится, поэтому вот питание, это тоже один из таких важных факторов, сразу скажу, это не значит, что прям не нужно есть сахар, нельзя есть сахар, нельзя есть шоколадки и так далее, нет, все можно, просто все есть яд и все лекарства, главное вот в какой дозировке, в какой порции ты это съедаешь, ну допустим мясо говорят, классно, полезно, да, и так далее, ну блин, ну съешь ты каждый день по килограмму мяса, я смотрел на людей, которые сидят на кето-диете, вообще такие агрессивные люди, вообще жестко, это вот я как раз в группах видел, как какой-нибудь кето-адепт залетает туда, так все, там прям, вот как танк прет, я такой все, нет, я туда, это не надо, да, есть такое, на самом деле, там, в той же Индии, воины, они специально даже ели красное мясо, чтобы вот эту агрессию в себе наполнить, да, и идти в битву уже вот с этим, ну как, воином, я питание изучающее, я два месяца как вегетарианец, ровно два месяца, буквально вчера или сегодня, опять же, никуда не вовлекаю, никого не вовлекаю, я сам эту тему изучаю, я тут еще новичок, просто на ощущениях все смотрю, могу сказать, что, во-первых, вес тела мне нравится, тот, которого я получил, 70 килограмм, великолепно, энергии вагон, высыпаюсь лучше, ем меньше, удивительно, удивительно, перед операцией, я тоже к этому приходил, потому что можно было и овощи кушать, и крупы, и так далее, мяса у меня было поменьше, больше я старался рыбу какую-то есть, вообще, в принципе, с точки зрения белка, я, ну как бы, в разы меньше его стал есть, чем, допустим, когда качался, тренировался, я очень боялся потерять мышечную массу, да, я ее как бы потерял, просто потому, что я перестал тренироваться, но потом я вышел на такую норму и начал замечать, что я белок-то этот снижаю, а вес-то у меня остается, но потом, естественно, на операции, я там несколько дней без движения лежал, похудел, и вот сейчас вот после операции мне нельзя было есть ни фрукты, ни овощи, вот все вот такое, поэтому мне просто приходилось, ну как бы, белковую пищу есть, из-за того, что кишечник нужно было восстановить, не то, что восстановить, а не нагружать, потому что у меня там, ну как бы швы, и если клетчатка пойдет, то эти швы просто могут разлететься, ну то есть просто вот, ну технически мне нельзя было, сейчас я восстанавливаюсь, и я тоже вот это все буду уменьшать, молочку я вообще убрал, на молочку у меня, ну вот я поделюсь информацией, у меня же сейчас такой штуки, как прямая кишка вообще нету, у меня ее вырезали полностью, если я пью кофе с молочкой, или просто какое-то молоко, начинаю пить, на творог, кстати, вроде более-менее нормальный, начинаю молоко, как в каком-то виде употреблять, не в кисломолочном, все, пипец там, сразу беги в туалет, как бы заранее, произойдет это дело через 2-3 минуты, там такое бурление начинается, и сразу вот это, на мне сейчас можно тестировать еду, хорошая она или плохая, качественная, некачественная. Но я вот всем рекомендую, если уж мы про питание заговорили, прям прочитать книгу, не сдохни, в борьбе за жизнь, шикарная книга, Серега, тебя она просто очень сильно усилит, и твоим подопечным она очень усилит, сейчас ее... очень рекомендую, шикарная книга, я уже почти ее дочитываю, но читаю очень не спеша, изумительно, Майкл Грегор написал, вот она как раз таки показывает, с точки зрения ученого, врача, как еда влияет на жизнь, только с помощью еды можно вылечить практически любую болезнь, вот реально, только с помощью еды, это вот как раз к вопросу, Серега, который ты поднимал, а мы то, что мы едим, это реально так, то, что мы едим. Я читал, кстати, книгу, «Очаровательный кишечник», она как раз таки такой нон-фикшн, научно-популярным языком объясняет, что это действительно второй мозг, все верно ты говоришь, вплоть до того, что даже ряд депрессивных заболеваний, здесь, кстати, тоже об этом рассказывается, здесь тоже этот момент поднимается, что люди даже самоубийством заканчивают из-за того, что вот второй мозг, там в кишечнике были какие-то проблемы. Так. Поэтому да, обращать внимание на питание тоже обязательно нужно. Это база питания. Как источник получения энергии, то есть, ну вот просто по себе можете даже, по себе замечать, организм всегда подсказывает. если вы чувствуете, что еда идет хорошо, да, что там энергия прет, вы чувствуете себя хорошо, что-то покушать такое хочется, то значит организм вам говорит, что это надо. Нужно, конечно, тоже отличать, что «Ой, я тортик хочу, это мне организм подсказывает». Нет, это не организм подсказывает, это ваши пищевые привычки, санскары, которые там засели, вот эти вот впечатления, которые говорят, что «Давай-ка тортик съешь, раз ты там расстроился». Нет, то есть тоже нужно, ну, немножко информацию анализировать, какая идет. А вот как бы ешь, 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 допустим, у меня такое было, когда вот опять же перед болезнью я чувствовал, что я мясо, ну, не хочет у меня организм мясо есть, да, а я все равно, ну, типа шкачаться надо, белок. Я ее пихал. Потом настолько мне противно стало это мясо есть, что я прям вот начал минимум уже есть, пытался всячески как-то это, ну, уйти от него. И мне реально легче остановилось. И было даже, знаешь, такие дни, я просто хотел тупо овощи есть, и все. Вот огурец, помидор, все, салатик там, оливковое масло. Мне так кайфово было. Мне организм подсказывал, вот делай вот так. Но я просто почувствовал его уже, ну, поздно. Поэтому я сейчас, как одна из целей моей миссии, да, так скажем, глубокой, великой, информировать людей, что вот так вот лучше не делайте, делайте лучше вот так вот, будет круче. Я не давлю, что давай, делай именно так. Я говорю, как с призмы своего опыта, что я получил вот так вот. Возможно, такое последствие. Хочешь такое, делай, не хочешь, ну, как бы вот, есть другая методика. Таким вот образом. Классно, что про миссию сказал. Тот же такой инструмент, который, да вообще, в целом, когда у тебя есть понимание смысла жизни, менее одного процента имеют вот это понимание населения Земли, к сожалению. Это дает невероятный источник энергии. Я изучал принципы долголетия, изучаю их до сих пор, собираю разные инструменты в этой области. Мне всегда интересно там долгожителей послушать и что они говорят. И было одно исследование, 40 лет оно длилось. Исследовали три группы людей, которые живут больше всего на планете Земля. Это Сардиния, Италия, высокогорная местность, это Окинамо в Японии и какая, по-моему, Калифорния, там какая-то община религиозная. И там разные факторы исследовались. И вот один из них, как раз, это было понимание у людей, для чего они живут. По разным подсчетам, понимание своей миссии, для чего я вообще вот здесь, это плюс 7-12 лет жизни. Представляете? Вообще, такие инструменты не очевидны с одной стороны, но когда ты начинаешь изучать, углубляться и понимать, что вот это тебе даст 2 года жизни дополнительно, вот это год, вот это 10, можно таким долгожителем тоже стать. Вот, например, эту книгу я читаю, там написано, что вот в одной из глав про орехи там идет, что одна из трех там проблем смертности, это недостаток орехов типа в рационе. И просто добавив там, ну, чуть-чуть, горсточку вот этих орешков в день, вы просто увеличиваете продолжительность жизни на 2 года. Я такой, о, прикольно. Вот бы была, вот представь, у человека есть такая возможность купить таблетку, которая там 2 года жизни добавит. Я думаю, там толстосумы бы за такую бы отвалили сумасшедшие деньги. А тут вот на орешков просто кушать чуть больше. Да, это вот тоже тему того, что если человек погружен в работу, дела, дела, заботы, деньги вот это вот погружен и денег не хватает, ему скажешь, ну, продли на 2 года жизнь орешки там, покушай. И он там, ну, допустим, о, тысячу рублей за орехи, ты что нахрен? А миллионер просто все свое состояние, которому там, ну, допустим, 80 лет, да, он понял, как бы вот, ну, основы жизни уже все прочухал. Он за этот совет отдаст, ну, просто, ну, все свое состояние. И это еще в тему того, что я все равно общался со всякими разными людьми и, в пример, часто привожу, допустим, еще Дамира Махуддинова, который у нас тут есть, очень мощный человек, его считаю очень мощным, мотивировал меня очень сильно в свое время. Я проходил у него марафон, пушка. То есть он не просто мне говорил, да, Серега, давай это. Нет, он просто вот своим существованием, своей деятельностью это делал. И потом, когда вот тоже касаешься такой темы, как, ну, как бы ты, условно, через там месяц, через год, ну, в ближайшей перспективе можешь уйти, ты понимаешь вот эту вот ограниченность жизни, ты начинаешь вообще по-другому мыслить. Ты понимаешь, что не надо с понедельника начинать, не нужно ждать, что я куплю там машину, не нужно ждать, что когда у меня зарплата станет там 50-100 тысяч, вот в ожидании жить не надо, потому что это ожидание просто может схлопнуться, в колодец может упадешь и все, и что. Да, да, Серега, я бы на эту тему посоветую очень классный фильм, это комедия, но с очень глубоким смыслом, последний отпуск называется, посмотрите. о, надо это. Да, да, прям шикарный фильм, это, ей там диагноз поставили, у нее вообще жизнь кардинально изменилась, но он с хрипиэндом, с счастливым концом, все ок, ну просто очень крутые инсайды после него, что действительно люди там откладывают, 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 в каком-то дне сухка живут, и порой тоже, ну, всегда нужно спрашивать, для чего мне эта болезнь, да, для чего ты мне, что мне сделать такого, да, что, что, то есть, да, тоже правильно нужно задавать, ни за что, почему, там, за что мне такое наказание, а для чего, что я от этого приобрету, какую информацию, и вот я как раз еще хотел добавить на тему вот этого миссии, счастья в жизни и так далее, вот этого всего, самое первое правило, ну, это и касается не только онкобольных, да, но там просто статья была такая, самое первое правило, это понять, для чего ты живешь, если ты поймешь, для чего ты живешь, ты прям вот все будешь делать для того, чтобы жить, и там даже и от четвертой степени, и от метастазов можно просто уйти, ну, пример мы тоже там, когда этот тренинг был, там тоже пример был, рассказывали, что бабушка болела, четвертая стадия, как там внучкам помощь нужна стала, так, все, рак, до свидания, 20 лет плюс еще жизни добавила, потому что я нужна внучкам, вот моя цель жизни, помогать. Смысл жизни появился, все верно, когда, это же тяга к жизни сразу появляется, это же, ну, на психике, на физике все потом появляется, ты жизнь захотел, а если посмотреть, мы же, ну, мы как люди, как человеки, мы же, каждый из нас клеточка, какого-то большого организма, да, и когда эта клеточка начинает вдруг противиться жизни, там, обижаться, или там, гневаться, или что-то еще так проявляться, то есть, по сути, она становится раковой клеточкой, да, и вселенной создателю, тогда, так скажем, как, ну, управленцу всего этого, ну, что остается сделать, как эту раковую клеточку, ну, куда-то вот убрать, потому что, ну, распространение пойдет, и вот, ты либо из раковой клетки этой превращаешься в нормальную, в благостную, да, снова позитивные мысли, эмоции и так далее, я не говорю, что негативные мысли вообще нужно отметать, да, и негативные эмоции не переживать, надо просто, ну, дозировать, так скажем, контролировать это, и тогда ты, как бы, вот из этой раковой клетки превращаешься в условно хорошую, и все, и никто тебя из вселенной выгонять не будет, дальше существует, как бы, на благо развития всего человечества. Я вообще считаю, что, ну, не то, что считаю, я говорю, что нет такого, типа, негативные эмоции, позитивные эмоции, на самом деле, эмоции, они, ну, всякие есть, важно просто действительно проживать их правильно, выражать правильно, естественно, мы человеки, мы плакаем, плачем, и радуемся, и это нормально, мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые решить не можем, да, и порой мы тоже там, ну, откатываемся назад, нормально, вопрос, как ты их проживаешь, потому что вот это очень важно, чтобы не заживать это, не заглотить, не, а именно, ну, правильно прожить, и правильно ее еще и проговорить, да, одно дело, когда ты в семье орешь, агрессируешь на кого-то, типа, я проживаю свою эмоцию, и при этом нарушаешь все правила, и в итоге это приводит тебя к несчастью, другое дело, когда ты сам и что говоришь, я реально сейчас испытываю какой-то, потому что когда ты орешь и агрессируешь, это уже, ну, это, ну, ты довел уже до этого состояния, можно было вот здесь еще где-то в начале это пересечь, да, не доводить до этого, до этой ситуации, то есть правильно выражать эмоции, да, вот, давай сейчас вот это вот не будем поднимать, потому что я, ну, у меня внутри там появляется какая-то злоба или что-то, вот, я это проговариваю нормально, кто-то же копит, 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 а потом, аааа, а потом, блин, будут руки по голове вступнят, у нас на работе такой тоже случай был, но там жесткий, я уж не буду рассказывать, там, короче, один работник напал на другого, и, вообще, откуда, чего, непонятно, вот, что-то копилось, копилось, что-то в голове себе накрутил, напал на него, потому что, видимо, видел проблему в нем, а проблема была вообще не в нем. Поэтому найти себя в этой жизни, это, если взять потенциал человека за 100% энергетический, то найти свое место в жизни, это, ну, процентов 60, 70, 80, от всего этого потенциала, ну, это реально так, потому что, когда ты осознаешь смысл жизни, и понимание своей дороги, ну, представьте, вы идете по своей дороге, вы уже понимаете, чему сказать нет, то есть, вы реально уже отказываетесь от вещей, которые вам не нужны, они потому что не соответствуют вашей миссии, не соответствуют, там, вашему предназначению, вы спокойно говорите да тому, чему надо говорить да, то есть, вы становитесь эффективным, появляются личные границы, автоматически уходит ненужное, приходит нужное, когда ты действительно вот, ну, следуешь некому своему пути, энергии появляется очень много, потому что ты понимаешь, для чего вставать, да, зачем держать эти режимы дня и прочее, у тебя появляется смысл, самое главное смысл, а это очень ценно, это по сути на самом деле, Серега, чем я на наставничестве-то и занимаюсь, чтобы у человека было понимание, осознание вот этого смысла, главное. Причем очень четко, постепенно, то есть, сначала какие-то базовые такие вещи, потом чуть-чуть глубже, чуть-чуть глубже, ну, не то, что даже глубже, не знаю, глубже, выше и так далее, чтобы человек задумывался, и на той стадии, которая находится, чтобы он понимал, что это такое, то есть, ну, условно, как я тоже, когда провожу, вот сейчас вот разборы провожу, я некоторые вопросы спрашиваю, я говорю, ну, какой смысл будет, если я буду говорить тебе про духовность, а ты, как бы, думаешь о том, как бы с мастером на заводе не посраться, да, ну, это абсолютно разные условия, у кого-то спрашиваю, что, как ты считаешь, вот, вера, вселенная, создатель, вот, как тебе это, ой, это прям вообще мое, я вот это чувствую, я говорю, все классно, мы с тобой найдем общий язык, потому что мы с тобой, как бы, условно на одних вибрациях находимся, это не значит, что те, кто на низких там вибрациях, да, на низких получается, по-моему, на низких, да, на низких вибрациях. Это не значит, что это плохие люди, да, их можно тоже вывести на высокие, просто главное, чтобы тоже желание было, и вот, ну, давать информацию ту, которую они могут переварить, а не так, что... Да, очень тяжело сразу с энергией, там, например, разрушения тамоса, ну, опять же, поясняю, если человек, например, употребляет наркотики, да, режим дня нарушен, или вообще, от слова, совсем не питается, там, некачественной пищей, конечно, ему сразу перепрыгнуть там в гуну благости, да, в энергию благости, ну, тяжело, то есть, ну, нужно как бы, он не перепрыгнет ступеньки, там, условно, будет уже хорошо, если он там наркотики заменит, например, там, алкоголем или кофе, да, какими-то стимуляторами, там, ну, постепенно, постепенно начнет там перемещаться на гуну страсти, а потом уже оттуда дальше пойдет. Поэтому... Это как тренировками, вот, ну, да, вот я хотел пример привести. Идет человек около зала, просто смотрит там на платформу, допустим, да, о, зал, прикольно, и у него, если цель возникнет, желание там еще что-то, или ему будет кто-то говорить, что типа штангу 200 килограмм приседать, а он просто вот смотрит на зал, ну, блин, это бред как бы, а если он уже зашел в зал, походил, походил там, поприседал, что-то там штангу 10 килограмм поднял, то тогда уже можно, конечно, да, какие-то выстраивать там цели, ориентиры на то, что 200 килограмм приседать. То есть тоже, да, каждому в свое время. Что еще, Сергей, сегодня затронем? Так-то много можно, конечно, нам говорить. Ну, я думаю, вот смотри, мы уже почти полтора часа, кстати, за полтора часа мы очень много информации рассказали, такой прям очень мощный, ну, на мой взгляд, я не знаю, конечно, как зрителям, но эта информация, на мой взгляд, очень ценная. Можно подытожить. Первое, чтобы я подытожил. Переключится, и уже это, ну, типа, все, полтора часа, мост закипел, и, да, нужно резюме подвести, чтобы не перегорело. Резюме первое. Не ищи внешних источников энергии, найди, для начала, вот, просто списком выпиши, все, что у тебя забирает. Прямо начинай, вот, ты понимаешь, что это забирает энергия, это забирает, выписывай, это твой личный список, просто, это для тебя, потом, ну, то, с чем тебе надо будет работать. И напиши список того, что тебя наполняет. Вот такой список мы Сергеем подарим тем зрителям, которые делали репост нашей записи. Это первое. И в первую очередь, начни убирать то, что тебя забирает энергию. Это как раз ты будешь залатывать вот эти дырочки в своем дуршлаге. И начни постепенно добавлять то, что наполняет. Твоя задача, чтобы вот, пойди идеально, идеально, если ты вот посмотришь на свою неделю, вот у тебя с понедельника по воскресенье. По идее, вот неделя, как ты ее живешь, это твоя маленькая жизнь. Там, как ты работаешь, да, какой у тебя распорядок дня, где ты здесь читаешь, где ты себя наполняешь, где у тебя с семьей там время, где для тренировочного процесса, где ты восполняешься, где отдыхаешь. То есть, прям вот эту неделю важно тоже отследить и посмотреть. Не бывает такого, что человек такой, так, ну сейчас мне надо цель закрыть, сейчас вот я, типа, похерачу, а потом где-то там отдохну. Не, друг мой, ты сам себя обманываешь. Если ты в таком ритме живешь, типа, надо достигнуть цели, вот где-то там отдохну, ты упускаешь настоящее. Это тоже не о счастливой жизни. Ты где-то все время впереди, а настоящее-то, но здесь, ты не наслаждаешься вкусом жизни, ты там не наслаждаешься вкусом еды, ты все время где-то мыслами там впереди. Сейчас вот надо успеть, надо что-то сделать. Вот. Еще кто-то прикрывает силой воли и дисциплиной, типа, вот это сила воли, вот это дисциплина. Ну, нет, нет, это не сила воли, не дисциплина, не с этого ракурса надо заходить. Да, я когда проанализировал свой образ жизни, я понял, что я в таком ритме живу уже много лет, и, ну, ни к чему хорошему это не привело. Я понял, что я не наслаждаюсь этой жизнью, не в настоящем, поэтому просто реально сгармонизировал. Вот это утро, это мое утро. Я здесь наполняюсь, все, я заряжаюсь. И вот туда я как раз в эту магию утра и беру то, что меня наполняет. У меня есть обязательно там выходной день, я, ну, не обманываю себя, я просто тоже отслеживаю, очень чувствуете свой организм, на самом деле он вас не обманывает. То есть чувственность надо раскачивать, это и в еде можно делать, это и, да, во всем. Организм вас не обманывает. Организм всегда говорит, что вам делать, даже когда ты идешь своей дорогой, он тоже бывает начинает сопротивляться. Да, и, как правило, это может либо в виде болезни выскочить, поэтому слушайте свое тело. В общем, список, это первое. А второе, посмотри, да, на базовые вещи, потому что ты можешь сколь угодно накидываться кофе, но если у тебя жесткий недосып, жесткий недосып, ты там нарушаешь режим дня и тоже думаешь, что типа, как некоторые говорят, да, там, на старости отосплюсь, но это тоже, да, установка, убеждение. Ты очень сильно свою психику напрягаешь, ты, ну, ты перегружаешь свой аппарат, а это огромнейший слив энергии, это не ресурсное состояние, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому, как ты спишь, как ты ешь, как ты, что ты пьешь, и как ты тренируешься, и как ты отдыхаешь, вот это прям, ну, база, которая, надо в первую очередь на нее посмотреть, и посмотреть, что из этого забирает энергию, убрать вот именно вот в этих моментах. Ну, то есть образ жизни, так скажем. Ну, да, это по сути образ жизни, действительно. Дальше, обратим внимание на окружение, мы об этом говорили, и окружение, это в первую очередь те люди, которые могут тебе привить вкусы. Как говорится, то, кем мы восторгаемся, мы тем и становимся. И наоборот, то, что мы критикуем, мы этим тоже становимся. Поэтому, это как ты говорил, Сергей, то, на чем мы держим фокус, да, как мы, какой правильно себе вопрос задаем. Можешь задать вопрос, а для чего мне, а не, как это ты говорил-то, за что мне это, да? Типа, можно спросить, а для чего? Или там негативная ситуация случилась какая-нибудь, можно сокрушаться, и за что мне это, да, можно себе задать вопрос, а что мне сделать такого, чтобы это не повторилось? Или что мне сделать такого, чтобы у меня получилось? Разный вопрос, но ситуация одна. Поэтому окружение, обрати внимание, начни его отслеживать, найди в своем городе или там, где ты живешь, людей, кем ты будешь восторгаться, кем ты будешь восхищаться, начни в окружении такие себя прям погружать, как в банку с солеными огурцами, начни ими напитываться, прям, не знаю, запланируй себе в ежедневник там, хотя бы раз в две недели посещать какое-то мероприятие, хотя совсем по-другому начнет коробочка работать. Дальше мы говорили с тобой про эффективность, эффективность в том плане, что смысл жизни, познать свою миссию, свой икигай, как говорят японцы, познать свое истинное эго, как мы говорим у нас на курсе, это, ну, это я желаю каждому. Для этого можно что делать? Если у тебя нет никакой системы координат, вот ты живешь, пока у тебя никаких правил жизни нету, обратись к специалистам, кто уже что-то в этой области имеет. вот я говорю так, найди человека, да, если ты хочешь какой-то навык получить, найди в своем окружении человека, кто уже это умеет, и пойди к нему. Ну, то есть, слушай тех, кто вот разбирается в том, о чем они говорят, да, кто умеет устойчивый какой-то результат в этом. Найди себе астрологов, найди себе менторов, найди себе духовных учителей, найди себе тех людей, которые будут твоими проводниками в том, куда ты стремишься. Это прям очень важно. Я вот в посте даже писал, что у меня сейчас, ну, условно, за мою жизнь пока что было 7 наставников, да, почему так много, и почему я их вообще, ну, с ними работаю, потому что я понял, что хочешь что-то, да, получить какую-то информацию, обратись к тому, что, к тому, кто это знает, кто это умеет, да, тоже нужно найти правильного человека, с которым будет коннект. Второе, ограниченность жизни. Да, я сам там книжки почитаю, YouTube посмотрю и так далее. Во-первых, есть риск, что нифига это не сделаешь. Во-вторых, потратишь очень много времени. Я уж тут примеры приводить не буду и так далее, но реально. Плюс, те же самые успешные, богатые, мощные люди, они что говорят? На какое-то дело можно потратить силы, как в виде ресурса силы, усилия, время, очень ценный ресурс, очень ценный. Особенно время ценно для тех, у кого там возраст 70-80 лет, да, или срок какой-то жизни ограничен. И третье, это деньги. Денег в мире, да хера, это просто безлимит, вселенная изобильна. На время вселенная неизобильна. У каждого человека есть какой-то лимит, и на усилие есть тоже какой-то лимит. Поэтому, ну, я для себя определил, что да, мне нужно изучить вот эту тему. Нахожу специалиста, перенимаю знания, условно плачу, там, 50, 100, 10 тысяч рублей, неважно. А потом трансформирую их в два раза больше, в пять раз больше, в десять раз больше. Пусть не сразу, пусть потом, но это все равно происходит. Потому что, если бы это не происходило, я бы этого не делал. Конечно. Я в итоге расту очень быстро, расту по всем фронтам, и живу, ну, по крайней мере, гораздо лучше, чем жил раньше. При этом, затрачивая меньше усилий. Да, я тоже этот лайфхак словил в своей жизни, что наставник, этот человек, покупая опыт которого, я покупаю все его прочитанные книги, все его просмотренные фильмы, все его пройденные курсы, и весь его опыт, а он мне дает выжимку, ну, в том векторе, в который мне важно от него, да, получить. Их много не бывает, наставников, у меня их тоже много, у меня есть духовные наставники, есть наставники, которые там двигаются сугубо в материальном, сугубо в материальном, просто я там определенную информацию фильтрую, есть наставники там в каких-то узких нишах, ну, то есть, это прям лайфхак, это прям лайфхак, поэтому найди, да, человека, кто может там эту тебе систему координат, так сказать, правил каких-то жизни дать в той области, где тебе важно там прокачаться, да, хочешь с питанием разобраться, с телом, там, с физикой, вот, пожалуйста, Сергей, обращайся, да, хочешь разобраться там с психикой, со смыслом жизни, познать там свое счастье, пожалуйста, обращайся ко мне, там, ищи, короче, в своем окружении от этих людей, они всегда есть, и на разных этапах они могут меняться, это тоже нормально, вот, это прям то, что я желаю каждому, надо там обратиться к каким-то психологам, надо обратиться к каким-нибудь разборщикам, короче, начни какое-то движение, дабы уже опознавать себя, да, свой потенциал, кто я вообще такой, зачем я в этот мир пришел, удивишься тому, что тебе скажут, и вот этот путь познания, он вообще бесконечный, мне кажется, и очень удивительный. Да, очень тоже люблю подопечным, бывает это, что-то узнаю, расскажу, или они что-то узнают, расскажут, я говорю, да, век живи, век учись, это вот прям, ну, не просто так эта фраза возникла, она очень глубокая, очень умная, и очень эффективная, и классная. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я еще многого не знаю. А потом знания применяй, знания применяй, а не то, что учишься, 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 самозванец, три высших образования, десять курсов, и нифига ничего не применяешь. Применяйте обязательно. Это да, это как у меня пример такой с озером, что если вода только втекать будет, то она превратится в болото, если только вытекать, то высохнет, баланс нужно дать взять. Как все в природе балансировано, вдох, выдох, там ночь, день, так и здесь. То есть взял, применил, внедрил, посмотрел, взял то, что у тебя работает. Вот. Что, будем закругляться, друг мой? Я думаю, да, ты все моменты основные рассказал про слив энергии, про наполнение энергии, про образ жизни, про наставников, про миссию жизни. В принципе, ну самые такие основные моменты были проговорены и тобой с точки зрения теории и практики, и мной с какой-то тоже точки зрения там теории и практики, у каждого она своя, где-то у нас она общая, тем более, что я у тебя тоже учусь, познаю. Очень ценные знания для себя, которые прям несколько раз иногда надо пересмотреть, переинформироваться. и я чувствую, как благодаря этому я и расту гораздо быстрее и в целом себя ощущаю гораздо лучше. То есть я могу сказать, что я чувствую, что я живу, а не просто по какой-то там дороге иду непонятной, как хомяк в колесе и все. Ну как бы. Да, я пришел, немножко такой посыл получается даже. Я к этому пришел через немножко негативные уроки в жизни, и у других людей тоже встречаются такие уроки в жизни негативные, после которых они начинают действовать, так скажем, отталкиваться от дна. Поэтому мой немножко такой призыв, что ребята, ну не падайте на дно, вот просто вот вы плывете в каком-то комфорте, но хотите еще куда-то выйти вверх, плывите из этого комфортного состояния вверх и будет вообще супер классно. Просто слушайте людей умных и все. Благодарю, Сергей. Сегодня у нас был такой пробный шар. Тоже новый для нас. Во благо всех, кто его посмотрел, посмотрит и будет смотреть. Смотрите, наполняйте, задавайте вопросы, спрашивайте. Мы будем дальше, возможно, что-то проводить, посмотрим. Ну, в общем, вот такой у нас был пробный шар. Тем, конечно, потому что очень много. Да. Благодарю каждого. Благодарю вас, друзья мои, за то, что вы посмотрели, за то, что вы были с нами. Спасибо большое. С вами был Сергей Сазонов, Михаил Киль. До новых встреч. Я тоже благодарности сделаю. Ты еще прямой эфир не отрубил? Нет. Я тоже хочу практику благодарности, которую перенял от тебя. Благодарен создателю, отцу, Господу, не важно, как это назвать, благодарен вселенной за то, что, в принципе, у меня возникла мысль написать тебе про этот прямой эфир, то, что ты согласился этот прямой эфир провести, то, что у нас есть средства, которые могут этот прямой эфир для нас осуществить, то есть ноутбуки, телефоны и так далее, интернет. Большая благодарность людям, которые пришли на прямой эфир и выделили почти уже два часа свободного времени. Это тоже не каждый сделает. Также я хочу поблагодарить тех, кто в записи посмотрит. Это тоже нужно на это выделить время, но это время прям такой концентрат достаточно ценных знаний, которые, если вот прям вот осознать, может даже несколько раз посмотреть, они дадут очень мощный эффект, очень мощную пользу. Прям вот, прям сразу. Поэтому благодарю всех. Да, благодарю, благодарю, благодарю всех наставников, всех учителей. Благодарю тебя, Сергей, что позвал, пригласил. Понятно, что в следующий раз мы будем заранее предупреждать, там, промоушн какой-то делать на YouTube. Вот надо было тоже выложить. У меня там 23 тысячи подписчиков, а что-то я вообще про него забыл. Надо было. Заранее тоже это сделать, но я вот не получил. Ладно, друзья мои, спасибо всем. Благодарю, Сергей, благодарю тебя, мой друг, кто посмотрел. Давай будем заканчивать. Так. Так, ты нажал. Так, я здесь вначале завершу. Так, вот здесь завершу. И вот здесь завершу. И остановлю.